здравствуйте всем моим подружкам здравствуйте всем моим друзьям сегодня 21 августа и я получила столько вопросов это вообще я сейчас попробую ответить хотя бы на пару чтобы немножко разрядить такой кошмар конечно что я вот работаю каждый день у меня просто времени не хватает и к сожалению я просто прихожу с работы и отвечая на пару вопросов и значит вине у меня уже рычит говорит все что делаешь это видео окей посмотрим что дэми дэми пишет наташа здравствуйте вы невероятно приятно красивая женщина с прекрасным внутренним миром я не знаю сколько теплых слов я от вас получаю это просто это просто что-то спасибо вам огромное живу в бостоне и с удовольствием смотрю ваше видео за чашечкой кофе хотелось бы задать вопрос вы работаете в банке при устройстве на работу требовалось ли наличие экономического или бухгалтерского образования или сертификата или образование не имело первостепенной роли спасибо образование не имело первостепенной роли абсолютно естественно не спрашивают закончили вы ли вы хай-скул хай-скул это как бы в россии по-моему одиннадцатый класс а здесь двенадцатый а то есть полностью школа чтобы закончили у меня как бы есть после школы техникум российский но даже его когда я его аккредитовала мне его не посчитали то есть у меня здесь в америке просто хай-скул к сожалению и у меня еще и школа на риэлторов когда я пришла в когда я услышала что я могу устроиться в банк потому что я никогда не думала что я смогу работать в банке я даже и не пыталась туда устроиться потому что я всегда думала что там нужно высшее образование там наверно нужно какой-то определенный специфический значит там я не знаю институт поэтому когда я работала в таймшер у нас там один на знакомый с которыми работала он ушел и мы тут если мы с ним списались в фейсбуке я у него спрашиваю а где ты сейчас и он мне пишет а я в банке в вэлс-фарго я говорю ой а у тебя говорю ты работала раньше в вэлс-фарго ну как бы в банке так как ты умеешь он год нет никогда не работала но когда они узнали что у меня очень богатый опыт продаж они меня сразу взяли у меня открылся рот вообще я как у тебя вообще как бы и у него тоже по моему даже образования нет только кайску я вообще что я значит тоже могу говорю ну подать на этот погода вообще дать легко иди ты подай я вообще бы я просто не верила я не верила что я честно говоря вообще когда-то пройду я подала аппликейшн в этот вэлс-фарго мне отказали потом я подала еще один аппликейшн и опять отказали а я настырная я подавала по-моему три раза и на третий раз мне позвонили позвонили сказали мы вас приглашаем на а сначала у меня было интервью по телефону у меня спрашивали там разные вопросы как бы вы поступили в такой ситуацию как бы вы поступили в такой ситуации я сейчас не помню о чем меня спрашивали но было интервью где-то примерно 30 минут по телефону потом она мне сказала вы мне понравились и я вас буду приглашать на интервью с менеджерами по по банку я тоже конечно обрадовалась вот и потом где-то через неделю они мне звонят или а присылать по-моему а имейл и говорят приходите к нам на интервью заполните вот это и это мне прислали огромный вопросник который надо пройти тоже там спрашивают в какой ситуации как бы вы поступили как бы вы продали вот этому человеку чтобы вы ответили в этой ситуации в общем там такой психологически продажный вопросник я на него значит ответила и мне позвонили меня пригласили когда меня пригласили я пришла на интервью банк к менеджеру менеджер со мной поговорил поразговор ну как бы спросил всякие тоже там специфические вопросы о том все вопросы насчет того как бы вы продавали как бы вы так продавали как будет так продавали чтобы так сделали а если вам сейчас сказал чтобы вы ответили ну в общем Я с ним разговаривала, по лицу я увидела, что я понравилась, но, к сожалению, мне пришел ответ, что меня не взяли. И мне сказали, пожалуйста, ждите, вас пригласят еще на одно интервью, на ту работу, которую вы устраивались, взяли другого. Через неделю мне опять позвонили и сказали, приходите на интервью. Я пришла в другой банк на интервью, также прошла интервью. Тоже были вопросы, почти те же самые. Потом я уже, когда пошла на второе интервью, я зашла в интернет и посмотрела, как проходить интервью в банке. То есть там даже такое есть. Второе интервью, по-моему, было даже лучше. Я была уверена, что меня возьмут. Ну и на второе интервью мне прислали, что на это место мы взяли другого человека. Ну, честно говоря, я уже больше не верила, что я попаду в банк. Я работала в то время как раз в Таймшер. Думаю, ладно, наплевать, буду там работать. Ну, это опять третий раз, меня уже приглашает, я уже говорю, я не знаю, зачем я поеду, говорю, меня все равно не берут. А сказала, она мне говорит, ну вот это рекрутер, рекрутер ее звать. Она говорит, ну вы пойдете или нет, вы еще заинтересованы в этом, в должности банкира. А я говорю, ну да, ладно, схожу. И вот когда я пошла, там тоже еще одна менеджер-девушка была. Она дистрик-менеджер. Дистрик-менеджер – это менеджер всех менеджеров банков. То есть есть у каждого банка менеджер, а вот она как бы по району во Флориде, она менеджер этих всех менеджеров. И мы с ней разговаривали, она мне рассказала, говорит, у меня как-то мы с ней так разговаривали, классно. Она когда узнала, что я из России, она как-то так расскажите, я ей рассказывала, она мне открылась, говорит. Меня тоже дедушка с бабушкой воспитывали, как бы родителей у меня не было. Я начала с Теллора. Теллор – это те люди, которые вот в окошке сидят, ну и они, когда клиент приходит, они подают чеки, подают деньги. И вот это Теллор. Она говорит, я начинала с Теллора, вот как бы теперь я уже дистрик-менеджер. Дистрик-менеджер – это очень большая должность. Ей всего, по-моему, там 34 года. Ну вот. Ну я по лицу как-то уже была почему-то уверена, что меня возьмут. Меня приглашают и говорят. Наталья, мы поздравляем вас, вы взяли на работу. Мы с вашего разрешения должны прочекать или проверить ваш бэкграунд. То есть это проверяется криминальный бэкграунд обязательно, досконально. То есть и у меня проверили бэкграунд, прислали мне письмо, сказали, всё, вы прошли, пожалуйста, заполните вот это и вот это и вот это. И вот с такого-то дня вы пойдёте на тренинг. Тренинг у меня проходил три недели. И за три недели я научилась о системе в компьютере. Всё равно, конечно, после тренинга, когда приходишь, волнуешься, потому что когда сидишь просто с компьютером одно, а когда приходит тебе человек, волнуешься очень. Ну ничего, это всё пришло буквально месяц, и я уже стала чувствовать себя очень хорошо. Вот, работа она такая, как вам сказать, то, что она вот очень интересная, её не назовёшь, но она, наверное, больше спокойная. То есть моя работа не зависит от номеров, как я имею в виду от номеров. То есть меня не уволят, если я не сделаю, допустим, за четверть какой-то гол. То есть гол – это поставленная цель, сколько нужно там открыть счетов. Если я не сделаю его за четверть, то есть три месяца, меня не уволят. Я просто не получу какой-то бонус. Бонус – это в конце трёх месяцев, если ты сделаешь свои номера, ты получаешь бонус, там, в зависимости от того, сколько ты открыла счетов. Я не то, что хвастаюсь, но вот я работаю год с лишним, каждый квотер я делаю номера. Я не знаю, как будет в этот квотер, то есть в эту четверть, но как бы, если нет, то нет, то я как бы, не знаю, я не очень сильно сейчас парюсь насчёт этого. Раньше я как-то переживала, когда пришла на работу, а сейчас уже поостыло. Конечно, нужно сидеть на телефонах, нужно приглашать людей, и немножко это уже так надоедает, что думаешь, ладно, наплевать на этот бонус. Потому что бонус бывает, он и тысячу, а бывает и меньше, бывает, ну, как бы, не суть. Вот, и поэтому никакого сертификата у меня не было, образования у меня на банкира не было. Я как-то разговаривала с моей подругой из Рыбинска, она говорит, почему ты называешь себя банкиром? Банкир, вот у нас это значит начальник прямо в банке, а все, как бы, те работники, они просто банковские работники. Ну, вот у нас, как бы, оно по-другому называется. У нас есть Teller, у нас есть Banker, у нас есть Banker 1 and Banker 2, то есть я Banker 1. Потом у нас есть Service Manager, то есть менеджер, который у Teller, и есть Bank Manager, менеджер нашего магазина, стора, или как его назовите, самого банка. Вот, у нас менеджер очень хороший, ей 41 год, ее зовут Marjorie, она испанка. Конечно, у нас район очень, тоже очень много испанцев. Если ты говоришь на испанском языке, у тебя очень большой power. Я, конечно, иногда прям злюсь и говорю, надо как-то выучить этот язык, потому что очень много клиентов, которые говорят на испанском. Вот, ну, ничего, как бы, они все дружелюбные, все классные, и коллектив у нас обалденный, конечно. У нас, я не знаю, ну, человек может 12, мы каждого поздравляем с днем рождения. У меня тоже вот шары, у меня над столом, прям на стуле на моем приделы такие шары огромные. С днем рождения торты мы покупаем на каждый день рождения. Ну, в общем, очень здорово у нас. Никто никогда не ругается, никто никогда не сплетничает, я ничего такого не замечала. Вот, поэтому все-все здорово. Я, если бы немножко побольше платили, так я вообще была бы рада. Ну, ничего, как я уже говорила, что я не страдаю от недостатка денег, но денег слишком много никогда не бывает. Поэтому, конечно, чем больше, тем лучше. Вот, поэтому не знаю, как еще ответить этот вопрос. Я надеюсь, Дэми, Дэми, я ответила вам на ваш вопрос. Он был, к сожалению, только один. Я снимаю сейчас с телефона, и у меня только как бы 12 минут, и все, и я должна уже загрузить. Следующее видео ждите. Спасибо огромное, люблю всех.